Палеотлон называют спортом выносливых и сильных духом. 80 спортсменов из Беларуси, России и Казахстана собрались в Могилёве на чемпионате мира, чтобы соревноваться в пяти видах спорта. Плавание, лёгкой атлетики, вметание, стрельбе. А ещё нужно было показать скорость на коротких дистанциях. 60 и 100 метров. Соревнования проходят нормально. Второй вид хорошо, первый ужасно. А город красивый очень. Красивые парки у вас. А что первое было? Почему ужасно? Из-за погодных условий. Было ужасно холодно. Метать было ужасно. А метание? Метание провалили? Да. Бег на выносливость стал очередным этапом. Для девушек 2 километра, для парней 3. В Могилёве ни разу не было. По ощущениям покорите, да, что ты заметил? Ну, конечно. Первый месяц всегда будет, я уверен. Палеотлон, относительно молодой вид спорта, зародился в 1992 году. Зрителям постарше этот вид спорта напомнит ГТО. Готов к труду и обороне. Этот комплекс был обязательным в школьной программе для советских мальчишек и девчонок. Палеотлон считается его продолжением. Мы как раз после развала Советского Союза создали международную социацию палеотлона. Вид спорта, многоборья ГТО мы переименовали в палеотлон, потому что это требует ассимиляции в международное движение спорта. И мы создали федерации государств. Такие были созданы в России, в Казахстане, в других. В том числе и была здесь хорошая, сильная федерация, Белоруссия. Но до сих пор как бы отголоски вот остались здесь. Белорусский российский университет единственный в Могилевской области готовит спортсменов-палеотлонистов. И уже не первый раз принимает соревнования такого уровня. Палеотлон достаточно сложный вид спорта. Он включает в себя и бег, и силовую гимнастику, и стрельбу, и плавание в различных модификациях. Сложный вид спорта. И действительно мы в городе развиваем его уже достаточно большое количество времени. Так, да, мы хотели бы, чтобы этот вид спорта распространялся, чтобы и другие университеты, и другие, скажем так, спортивные организации участвовали в этом движении. И работу такую с Международной Федерацией мы продолжаем. Три дня спортсмены боролись за лидерский титул и медали. В общем, за счете на первом месте Россия, на втором Казахстан, а третье заняли спортсмены из Могилева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова